В Будокошелёвском районе прошло выездное заседание Постоянной комиссии по законности и правопорядку Гомельского облсовета. На повестке дня – тема предупреждения социального иждивенчества. Депутаты ознакомились с реализацией декрета президента номер 3, оценили ситуацию на рынке труда в Будокошелёвском районе и узнали, какие вакансии предлагаются безработным. В первую очередь, внимание сельчанам, которые трудятся на личных подсобных хозяйствах. Житель агрогородка Октябрь Алексей Михалевич находится на пенсии. Однако на отдых у мужчины времени нет. В этом году он решил заняться земледелием. В сельском исполкоме ему выделили участок. У местных фермеров пенсионер закупил саженцы малины и в следующем году получит первый урожай. Пошел в исполком местный, дали разрешение на оформление земли. Я взял землю в аренду на 99 лет, которая дается. Ну, здесь же здание было, стояло, его снесли, площадь расширилась. Ну, и оформил эту землю. В агрогородке Дуравичи депутаты знакомятся с Еленой Гришечкиной. Женщина занимается реализацией молока. Личное подсобное хозяйство насчитывает пять коров. Общий надой в день может достигать 80 литров. Молоко закупают как государственные предприятия, так и частные организации. Начиналось с одной коровы. Ну, надо было молоко просто для питания ребенка. А потом уже оно само собой пошло. Появилась вторая корова. Подобных примеров, когда сельские жители берут в пользование землю и занимаются производством сельхозпродукции, в Будокошелевском районе достаточно. Однако и так называемых социальных ждеменцев хватает. В качестве безработных в Будокошелевском районе официально зарегистрировано 130 человек. При этом почти на каждого приходится две вакансии, которые наниматели предлагают через отдел занятости. Однако 70% соискателей имеют недостаточный уровень образования. Мы ведем работу по направлению на профобучение, переподготовку на курсы. Здесь у нас 32 человека уже направлены на профобучение в текущем году. По желаниям, так сказать, безработных и по предоставленным нам возможностям мы работаем здесь со среднеспециальными учебными заведениями. Одной из распространенных форм работы по трудоустройству являются ярмарки вакансий. Они проходят два раза в год, в некоторых случаях ежеквартально. Специалисты предприятий и организаций предлагают вакансии в сельском и лесном хозяйствах, образовании, медицине и сфере культуры. Непосредственно на месте можно получить консультацию и даже сразу заключить трудовое соглашение. После посещения ярмарки вакансий на итоговом заседании депутаты обсуждают увиденное. Один из главных вопросов – правомерность взимания налога с неработающих граждан. Хотелось бы нам определить ту категорию граждан Республики Беларусь, которые формально обязаны платить, но они, например, в год увольнения со срочной военной службы в запас, а в год окончания студентам учебного заведения, он чисто физически не может более 183 дней поработать в этот период после выпуска, либо пенсионер, который на пенсию выходит. По таким гражданам надо принимать взвешенные законодательные решения, для того, чтобы уже со следующего года с ними можно было работать, если они нигде не трудоустроились. Напомним, в соответствии с декретом президента номер 3 о предупреждении социального иждивенчества, налог в размере 20 базовых величин необходимо заплатить гражданам, которые не работали 6 и более месяцев в течение года. От уплаты налога освобождаются студенты дневной формы обучения, предприниматели, ремесленники, адвокаты, представители творческих профессий и работники агроэкотуризма, а также те, кто работает или учится за границей и находится на территории Беларуси менее 183 дней. Без прошлого нет настоящего, а без настоящего – будущего. Это утверждение нередко можно встретить в учебниках по истории. Так считают и жители Октябрьского района. Они чтут свою историю и гордятся подвигами предков. Свой отсчет регион ведет с 1507 года, когда впервые в письменных источниках встречаются упоминания о селе Рудобелка. Перша початкова была назва «Рудые белки». Але есть такое наркование, что это были не белки, а руда белые. Чем белые? Белые – это земли, которые были вызваны от податков. Але помылкова, под час люстрации, под час переписок, переписок была сделана такая невеличка помылка, и рудые белки были претворены у Рудобелки. Вот и поэтому уже с того часа наша назва нашего края называлась просто Рудобелки. После третьего раздела Речи Посполитой, когда многие белорусские земли вошли в состав Российской империи, Рудобелка стала принадлежать древнему дворянскому роду Лаппа. Новые хозяева сразу же полюбили эти земли. Сюда приезжали в гости многие известные писатели, в их числе Винсент Дунин Марцинкевич, которому особенно нравилось здесь бывать во время празднования Купалия. Однако самые знаковые моменты в истории района относятся к трагическим, но в то же время героическим событиям Великой Отечественной войны. Именно здесь был создан первый партизанский отряд «Красный Октябрь», который возглавили Тихон Бумажков и Федор Павловский. И именно они первыми из партизан были удостоены звания Героя Советского Союза. Еще один уникальный факт из истории – тарант танкам Т-34 немецкого бронепоезда на станции «Черные броды». Шла 28-ма армия, яка вызволяла район. Немцы до Пошняга, особенно на территории «Черных бродов», «Черных бродов», «Черных бродов», «Черных бродов» Т-34-ка уже горела, потому что у них полз нарад, и бухтую, и комару уже были тяжко поранены. А не глядя на это, они смогли на танке Т-34 пойти на этот таран. Подчас этот таран был изнищен немецкий бронепоезд. Конечно, это позволило часткам 28-й армии пойти на вышку. Нынешнее наступление. Революционные боевые и трудовые подвиги отражены в повестях, картинах и документальных фильмах. Писать же современную историю предстоит нынешним жителям. В Октябрьском районе нет богатых залежей, природных ископаемых и развитой промышленной инфраструктуры. Но тем не менее, и в этом уголке Гомельского региона есть предприятия, известные на всю область. Уже более 40 лет Октябрьский завод обезжиренного молока уверенно держится на рынке натуральных молочных продуктов. Ассортиментный перечень включает в себя более 14 наименований. Масло «Животное», сухое обезжиренное молоко, цельномолочную продукцию. Как правило, около 80% каждый месяц реализуется на экспорт в Российскую Федерацию. Большой спрос у соседей обусловлен высоким качеством сырья, который поставляется на завод из местных сельскохозяйственных организаций. В сутки здесь перерабатывается 100 тонн сырого молока. На предприятии постоянно уделяется внимание вопросу модернизации и расширению ассортимента производимой продукции. По мнению руководства, это позволит найти новых торговых партнеров. Мы можем что-то придумать новой из цельномолочной продукции. В ближайшее время на рынок нашего района, надеюсь, области и республики, выйдет новый наш продукт, кисломолочный продукт на основе пахты. Развитие Октябрьского района определяется не только успехами на экономическом поприще. Не меньшую значимость имеет социальная сфера. В средней школе номер один упор не только на изучение традиционных предметов, но и на развитие различных объединений по интересам. К примеру, долгое время здесь существует клуб юных инспекторов дорожного движения. Ребята не просто изучают, как правильно переходить дорогу и оказывать медицинскую помощь в случае необходимости, но и делятся своими знаниями с другими учениками. Мы приходим к дошкольникам, к начальной школе и рассказываем им о деятельности нашего клуба, рассказываем о том, как важно знать правила дорожного движения, о том, как важно быть осторожным и бдительным. Также в школе стремятся развивать творческие способности своих учеников. Несколько лет на базе библиотеки действует кукольный театр. Артисты, несмотря на юный возраст и отсутствие опыта, уже демонстрируют свои таланты и любовь к сцене. Со своими спектаклями они выступают на районных и областных конкурсах и всегда достойно представляют родную школу. У нас настолько огромный творческий потенциал у детей, что вам не передать. Каждый раз, когда я набираю новую группу, мне кажется, что они не смогут достичь каких-то высот, добиться чего-то. Я мечтаю просто об этом. Получается, что каждый раз мы едем на область и получаем какие-то места. Поэтому, конечно, очень приятно, пускай мы даже из глубинки, с Октябрьского, но дети наши большие молодцы. Средняя школа номер один – одна из старейших на территории области. Ее история насчитывает более 150 лет. Совсем недавно завершилась ее масштабная реконструкция. Школа изменилась до неузнаваемости. И можно с уверенностью сказать, что практически ни в чем не уступает городским учреждениям. Ухоженная прилегающая территория, стильный внутренний интерьер, причем каждый из этажей имеет свой неповторимый дизайн. Технически оборудованные учебные классы – все это позволило значительно улучшить качество образовательного процесса. Ведь, как говорят представители школы, важен не только уровень мастерства преподавателя, но и то, в каких условиях он учит детей. Конечно, мы стараемся в новой школе работать с новым качеством. Поэтому по результатам прошлого учебного года школа была признана победителем районного соревнования по работе по повышению качества образования. Ну а выпускники нашей школы показали лучший результат в районе по результатам стачи централизованного тестирования. Средний балл по школе составил 47 баллов, чему мы очень рады. Ну и, конечно, мы стремимся не только к тому, чтобы учащиеся получили хорошее знание, а для того, чтобы они умели реализовать себя в дальнейшей будущей жизни. Проявить себя ребята могут, к примеру, на сцене районного Дома культуры. Здесь проходит репетиция ансамбля «Вестница», который вот уже 25 лет носит почетное звание «Народный». Состоит художественный коллектив преимущественно из школьников. В свободное от урока время они разучивают новый материал и готовятся к участию в различных конкурсах. Репертуар включает десятки народно-сценических танцев. За время своего существования коллектив неоднократно представлял Октябрьский район на областных, республиканских и международных форумах, где был удостоен многочисленных премий и наград. Многолетним руководителем народного ансамбля «Вестница» является Александр Сарнавский. Строгий, но справедливый педагог считает своим долгом популяризировать белорусскую народную культуру среди подрастающего поколения. По его мнению, каждый должен быть хоть немного знаком с традициями своих предков. Мы должны это все активно и еще более активно внедрять вот эту народную культуру в головы, в руки и в ноги молодежи. Потому что если мы не будем внедрять им нашу культуру белорусскую, то сегодня в всемирной паутины им внедряют совершенно другое. И это очень чувствуется, поскольку уже 25 лет я наблюдаю за молодежью. Они любят танцы, они любят песни, они любят танцевать. Но настолько в головах сумбур, что я очень доволен, что сегодня, если я позову свою девочку и скажу ей назвать 15 песен белорусских народных, она их назовет. Народный ансамбль «Вестница» по праву считается одним из лучших в области. Его участники активно гастролируют. За последнее время с концертами побывали во многих странах Европы. Этой осенью выступали на площадках Великобритании. Очень интересуется белорусской культурой. Везде буквально белорусская культура. Это, наверное, как и наша страна сегодня, для всех представляет огромный интерес. И им нравятся наши костюмы, им нравятся наши песни, танцы нравятся. Просят показать им, научить что-нибудь. Радушно открывает свои двери и предоставляет возможности для реализации своих талантов и районный центр творчества детей и молодежи. Здесь представлен широкий выбор различных кружков. Около 70 видов. Это спортивные, технические, декоративные, музыкальные и танцевальные секции. Занятие по душе сможет найти каждый школьник. Для удобства многие кружки действуют не только в Центре творчества, но и в учреждениях образования райцентра. С недавнего времени здесь реализуется инклюзивный проект по включению в активную творческую деятельность детей с особенностями развития. По окончанию проекта, результат какой будет, мы этих деток должны ввести, включить в общую группу с типично развивающимися сверстниками. Помогают раскрыть таланты детей и в районном доме ремесел. В основном здания учреждения, а также его филиалах, расположенных в деревнях, действует 11 творческих мастерских. Мы изучаем ткачество, плетение поясов, мы изучаем пошив национального костюма, вышивку, соломоплетением занимаемся, бумажным артом. Есть у нас две мастерские по керамике и гончарству. Мы хотим еще открыть лозоплетение. То, что нашему населению требуется, потому что много приходят и спрашивают об этом. Задача работников дома ремесел – сохранение культурного наследия и популяризация белорусской культуры. Поэтому мастера народных промыслов проводят активную выставочную работу. Изделия у мельцев получили высокую оценку не только в области, но и далеко за ее пределами. Даже в Москве вот сейчас наша выставка была, в Минске, в Витебскую область ездили на выставку. Ну, где только выставки есть, нас приглашают. Сегодня в учреждении активно готовятся к Новому году. Мастера изготавливают праздничные сувениры, многие из которых отправляются в культурно-развлекательный комплекс «Бубновка». Именно здесь будут проходить главные новогодние торжества. Шоу-программа рассчитана на детей разных возрастов. Ожидается, что на праздничные мероприятия, которые будут проходить каждый день в течение трех недель, приедут школьники из разных районов области. Организаторы обещают увлекательное погружение в зимнюю сказку со множеством сюрпризов. Все проходит в формате интерактивной игры-сказки, игры-путешествия по усадьбе Дедушки Мороза. Вот, у нас на территории есть такие летние домики, которые в зимнее время мы их оформляем под домики сказочных героев. Дедушка Мороз в финале сказки выходит к детям, приветствует их, желает им крепкого здоровья, поздравляет всех с Новым годом, потом приглашает всех завести веселый новогодний хоровод вокруг елочки. Потом мы приглашаем всех вот в этот замечательный зал, это импровизированное кафе Морозка, и здесь мы угощаем всех блинами и чаем. Хорошее настроение в преддверии праздников стараются создать и в магазинах региона. К торговле в новогодний период работники по требкооперации начинают готовиться задолго до наступления календарной зимы. Этот магазин в городе Жлобине пользуется большим спросом у жителей. В предпраздничные дни его популярность обычно возрастает. На данный момент здесь красиво оформили интерьер, расширили ассортимент предлагаемой продукции. Кроме этого, покупатели обещают порадовать проведением специальных акций. На многие товары будут снижены торговые надбавки и отпускные цены. Товарной массы достаточно в магазине. Очень много сделано акционной позиции, чтобы помощь покупателю нашему, чтобы скидки пошли на основную такую продукцию, как плодово-овощные горошки, кукуруза. А вот сельским жителям Жлобинского района подготовить новогодний стол помогут сельские магазины. Шампанское, мандарины, колбасные и рыбные изделия, подарочные наборы здесь также среди приоритетных товаров. Главное требование к предновогодней торговле на селе – дать возможность местным жителям приобрести все, что нужно. Если же на полках магазина нет необходимого товара, каждый сельский магазин в районе принимает индивидуальные заказы. Есть тетрадки предварительных заявок, то есть покупатель приходит, если что-то, но в основном это на промгруппу. Продовольствие как бы у нас, мы выдерживаем и ассортимент, и стараемся, чтобы было разнообразие. А про промгруппе, особенно про крупногабаритном, да, пожалуйста, приходят, дают заявочки, и в течение там даже, ну, не недели, может быть, меньше, нескольких дней мы это выполняем. Предновогодняя торговля на селе должна быть продумана до мелочей, иначе можно потерять доверие покупателя и омрачить его приятные праздничные хлопоты. Однако в Жлобинском районе с такой проблемой не сталкиваются. По-перше, я хочу сказать, что сейчас вельми приемно зайти в магазин. До Нового года мне сдаётся, что всё есть то, что потребно вось каждой господине. Тут можно и рыба есть в великом ассортименте, и колбасы завсёды на любой густ, и танные, и дорожейшие крыху. Одним словом, что вельми приемно зараз зайти в магазин и купить то, что потребно. Как и в городе, пик покупательского спроса обычно приходится на последнюю предновогоднюю неделю. Дефицита товаров, уверяют кооператоры, не будет. И купить всё необходимое можно даже за несколько часов до наступления Нового года. Для Жлобинского городского центра творчества детей и молодёжи Эврика своеобразным предпраздничным подарком и одновременно поводом для гордости стали новые творческие достижения ансамбля спортивно-бального танца «Элегия». Совсем недавно ребята вернулись с престижных соревнований чемпионата мира, который проходил в Венгрии. В этом празднике красоты и грации на паркете сошлись танцоры высочайшего класса, участники международных турниров. Жлобинчане были единственными представителями Беларуси. Несмотря на небольшой опыт участия в подобных состязаниях, они достойно представили свой родной город, регион и страну. Два года назад мы начали участвовать. Мы представили новую программу, первую нашу программу «Аккордеон Адвансис». С этой программы мы заняли третье место на чемпионате республики и были номинированы на чемпионат Европы. Мы ездили на чемпионат Европы в Эльблонг в Польшу в прошлом году и там стали тринадцатые. В прошлом году на чемпионате республики мы заняли второе место. Мы стали серебряным призером и, соответственно, мы уже были номинированы на чемпионат мира. Первый раз ездили, получается, несколько дней назад приехали чемпионаты мира. Шлубинский ансамбль спортивно-бального танца «Элегия» – это одна большая и сплоченная творческая семья, где каждый готов прийти на помощь и поддержать друг друга. Сейчас здесь занимается пять возрастных групп. Всего около 150 человек, самым младшим из которых – 6 лет. Есть здесь место и преемственности поколений. Младшие группы ведут выпускники ансамбля. Осваивая сложные танцевальные элементы, воспитанники «Элегии» не соперничают на паркете. Скорее получают удовольствие от самого творческого процесса. Занимаемся мы с самого детства. Очень это нравится. Это для нас уже как жизнь. Многие занимаются даже с лет 6. Вот Максим занимается уже около 10 лет. Я немножко меньше, но все равно понимание того, что это просто превосходно, пришло почти сразу. Мы все у себя отдаем танцам. Для меня танцы – это как профессиональное хобби. Я занимаюсь этим, потому что мне это нравится, потому что я могу достичь в этом направлении больших успехов, что мы и делаем. А в соседнем зале Жлобинского городского центра творчества детей и молодежи «Эврика» свое мастерство оттачивают юные рукодельницы. Народная студия декоративно-прикладного и изобразительного искусства объединяет креативных и целеустремленных школьниц золотыми руками. Мы изучаем различные виды рукоделия. Дети учатся шить как вручную, так и на машине. Шьют различные игрушки, куклы любят шить. Также делаем различные сувениры для разных праздников, которые им тоже очень нравится делать. И панно, и картины, и игрушки, и подарки особенно для родителей очень любят делать. Рукоделие, вязание, аппликация, солома и бисероплетение, керамика, вышивка, тесто, пластика, квилинг, роспись, мягкая игрушка, рисунок, калаш. Осваивая новые техники, эти юные мастерицы учатся создавать оригинальные сувениры. Мы первый год занимаемся, и нам нравится, потому что тут интересно. И учитель добрый, и все объясняет, и машинка шить получается вручную тоже. Мне нравится, потому что в школе не всегда объясняют так хорошо, как здесь. И можно подарки делать родителям, и есть чем заняться в свободное время. Нельзя обойти внимание без преувеличения самый веселый кружок Жлобинского городского центра творчества детей и молодежи «Эврика». Ведет его участница многочисленных игр КВН и известных телевизионных юмористических проектов Марина Борискова. Ее главный девиз – идти с улыбкой по жизни. В кружке веселых и находчивых она учит ребят правильной речи, не бояться сцены, камеры и публики. Для самых маленьких – занятия по сценической речи и актерскому мастерству. Ребят средней и старшей групп Марина Борискова учит писать шутки, а затем выступать с ними на городских и областных конкурсах. Ребята некоторые занимаются уже несколько лет, и видны их результаты. Я имею в виду, да, действительно сценическая речь. Мы учимся правильно говорить, особенно что касается выступления на сцене. Мы учимся правильно себя вести на сцене, как нужно выходить, где нужно улыбаться, как отыгрывать разные роли. Это серьезно роль, нужно плакать или нужно смеяться. То есть этим всем мы занимаемся. Но еще очень важное место в подготовке начинающих КВНщиков занимает написание шуток. Это самый сложный момент, особенно для малышей, которые приходят помладше. Старшим уже как-то проще сориентироваться, у них уже что-то есть в голове. Но у малышей тоже бывает, что они приносят из дома такие смешные интересные ситуации, которых даже не нужно придумывать, просто аккуратно их обыграть, и это уже будет готовая шутка. Сегодня объединение по интересам Жлобинского городского центра творчества детей и молодежи «Эврика» насчитывает свыше тысячи человек. Здесь работают многочисленные кружки, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей школьников. В учреждении даже создана своя уникальная карта, которая отражает основные направления деятельности. Лестница заветных желаний, которая, если верить воспитанникам, помогает их достичь. К тому же Центр творчества «Эврика» носит внегласный статус Детской академии наук. Вся система нашего центра построена. Мы играем в игру, называется Детская академия наук. Если академия, я ректор, у меня есть деканы, у меня есть магистры, которые ведут занятия. И дети, включившись в эту игру, тоже имеют получить звание бакалавра первой степени, второе, третье, звание магистра. И самое последнее у нас – почетный член Академии. Почетный член Академии – это те, кто занимается 12-13 лет в Центре. И у нас такие есть. У нас есть праздник «Большой бенефис», когда мы подводим итоги года. Там вручаются ленты почетного члена Академии. Мы провожаем выпускников, чествуем дебютантов. То есть наша игра Детской академии наук очень оправдана. И она как раз и дает импульс к тому, чтобы дети приходили здесь интересно, здесь по-семейному, здесь по-доброму. Также организация работает в шестой день. У нас каждую субботу проходит дело и для школьников, и для наших «эвриканцев», как мы их называем, которые приходят, занимаются здесь, получают удовольствие от того, что они пришли сюда. В следующем году Шлопинский городской центр творчества детей и молодежи «Эврика» отметит свое 20-летие. За это время на счету коллективов учреждения появилось немало почетных наград и званий. Пожелаем, чтобы эти юные шлопинчане и в будущем продолжали покорять новые творческие вершины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова